Внимание, славно известный трансформатор хитрый, зацарицыно, который нашумел в свое время и многие умы на этом думали. Значит, представляет собой конструкцию, обычная соленоидальная обмоточка, хотя это очень спорный вопрос. Соленоидальная конструкция, смотрите, да, видите, отверстие, два вывода, вот вам есть. Теперь испытываем, вот, значит, имеется генератор, имеется аккумулятор 12 вольт, осциллограф, значит, лампочка, подключен. Вот, значит, этот трансформатор, скорее всего, первичная обмотка его, потому как вторичка пока не подключена. Измеряем, что на входе. Значит, на входе я расскажу, что вы видели, это 66 кГц амплитудой 2 вольт. Вот, теперь подключаем на первичку лампочку. Это то же самое, что на выход генератора. Лампочка светится. Меряем осциллограммы на выходе генератора, ну, естественно, на входе трансформатора и лампочки. Смотрим. На осциллографе все то же самое. Это 2 вольта, 66 кГц. Вот. Далее будем применять в качестве сердечника и вторички различные материалы, так как описывал за царицами. Значит, вот первичка подключена. Для начала выберем обычный гвоздь. Очень большой. Ферромагметик. Вот. Вставляем. Подключаем лампочку. Это и есть вторичная обмотка. Смотрим, что получается. Свечение практически одинаковое. Смотрим, что на выходе. Этой вторичной обмотки. Гвоздя. Видим, что осциллограмма практически один в один та же самая. Значит, заявление автора, что коэффициент трансформации 0,96 или 95. Справедливо. Дальше берем обычное сверло в качестве вторички. То же самое. Видим. То же самое. Те же самые осциллограммы. Сейчас проверим первичку. Что на первичке. Изменилось ли что-либо. Как видим, ничего не поменялось. Все то же самое. То есть, наличие любого сердечника в авторичке. Дальше используем медную трубку. Вот. В качестве сердечника или авторичной обмотки, как называют это за царицем, разницы нет. Смотрим дальше. Все то же самое. Лампочка как горела с такой же яркостью, так и горит. Смотрим осциллограммы. Никаких изменений не произошло. Абсолютно. Добрый вечер всем присутствующим. А может быть и не вечер. Может у кого-то и утро. Всем соискателям свободной энергии. Вы посмотрели повторение трансформатора, хитрого трансформатора Зацарицына, который нашумел в свое время довольно много. Много было обсуждений. Значит, заявленные параметры этого трансформатора частично, практически подтверждаются. Коэффициент трансформации практически равен единице. Коэффициент передачи мощности то же самое. Но, уверяю вас, это очень нехитрый, совсем нехитрый трансформатор. Он работает по классическим законам физики. И дальше вы посмотрите сборку первичной, хитрой, в кавычках, обмотки этого трансформатора. Удачи! А вот сейчас демонстрируем вам сборку первичной катушки этого хитрого трансформатора. Значит, сердечники ферритовые. Дальше это трубочка с ручки пластиковая. Это так называемая первичная обмоточка. Это фольга, припаянные два вывода. Все, можно было применить обычный проводник. Это щечки для катушки, пластиковые тоже. Вот и все. Начинаем сборку. Надеваем на пластиковую сердцевинку, надеваем первичную катушку с фольги. Это просто фольга. Вот. Дальше надеваем ферритовые сердечники. У нас есть пять штучек. Вот. И надеваем. Вместо фольги можно было применить обычный провод. Просто зазорчик у меня был очень маленький, поэтому туда ничего не влазило. Вот видим. Пять сердечников. Вот. Все. Сейчас приклеим к боковинке щечки-катушечки. В результате мы получаем набор ферритовых сердечников и просто обычный протянутый провод через эти сердечники. Это является первичкой. Вот и все. Какая хитрость. Это обычный тороидальный трансформатор. Обматываем изолентой, чтобы скрыть ферритовые сердечники и показать, что там находится, может быть, соленоидальная обмоточка. Все. Вот, видите. Обычная катушечка. Как бы намотану проводом.